Начало зимы выдалось для танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» очень продуктивным. 5 и 6 декабря ребята приняли участие в открытых республиканских соревнованиях по танцевальному спорту «Крымская жемчужина-2020». Дима и Соня стали финалистами в латиноамериканской программе, а Давид с Евой у нас в европейской программе стали победителями. Не помню, сейчас там сколько пар у вас было. Но выиграли тоже. Это было сложно, потому что они были единственные представители от Москвы и Московской области. В Ялте ребята выступали уже не в первый раз. Чемпионату предшествовали сборы. Также там были топовые педагоги мира, с которыми я был рад позаниматься и получил огромнейший опыт. Когда попадаешь в такую атмосферу, понимаешь, сколько нужно делать, чтобы добиться высоких результатов, которые ты сам себе и ставишь. Когда ты видишь, как люди пашут в зале, ты понимаешь, что надо делать еще двое больше, чтобы быть лучше них. Давид Егишан вместе с партнершей Евой Кольфель смогли обойти 15 лучших танцевальных пар со всей страны и стать победителями в европейской программе. Для Дмитрия Парамонова, ставшего финалистом соревнований в Ялте, это уже третий турнир после переезда из родного Томска. Дмитрий к нам переехал из далекого города Томск. Он там жил, танцевал. И мы его, так скажем, перевезли сюда к партнерши. У нас хорошая, достаточно высокий уровень партнерша Софья Михина. И мы искали ей партнера хорошего-то, опять же, подстать по уровню и возрасту. Не так просто это найти. Тяжело, конечно, было переезжать. Без родителей в 16 лет все-таки возраст. Не жалеешь? Нет, нет, не жалею ни капли. Попал в очень удачный коллектив, где дружные ребята. Мне очень нравится со всеми тут общаться, всегда поддержат. И что можно в трудную минуту обратиться к ним. Сразу после «Жемчужины Крыма» звездный вальс отправился в Краснодар на турнир «Звезды Кубани». И тут отличные результаты показали Максим Кучин и Анна Громова. Там, конечно, было достаточно сложно, потому что это открытые группы в основном. И там танцоры международного класса соревнуются. Там около 30 пар. Ребята танцевали несколько туров, дошли до финала. В финале они стали, чуть-чуть не хватило до призового места, да, они стали четвертыми. Но в своей возрастной группе, в своем классе они первые. Так как мы выступали в открытом классе, там логично, что были соперники выше нас. И у нас был стимул их обойти. Результаты в европейской программе, ну, не очень меня порадовали. Но там были очень сильные пары, очень высокие, поэтому было сложно пробиться в, не знаю, полуфиналы и финалы. Чтобы поддерживать отличную форму, ребята тренируются практически ежедневно. Сейчас они уже начали готовиться к чемпионату Москвы, который пройдет 9 января. Звездный вальс рассчитывает подтвердить свое звание чемпиона в дисциплине фармейшн. И зная упорство и трудолюбие ребят, можно не сомневаться, у них обязательно все получится. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. ВиднетВ.